всем огромный огромный привет только что сняла я обзор на свои средства помощники против целлюлита и пока у меня муж занимается своими баночками меня он закатывает острый перец я решила все таки начать снимать видео о своих пустых баночках за сентябрь месяц тем более как всегда у них просто огромное огромное количество но приступим первое что у меня закончилось это вот такой вот лак для волос из косметикс наверно так называется здесь у нас достаточно большой объем по-моему тогда я смотрела 300 миллилитров здесь было этот лак я покупал в магазине улыбка радуги и покупаю я уже его второй раз уже есть повторная покупочка по акции по какой-то скидке он идет за 99 рублей лак прекрасный отлично держит форму не воняет волосы сильно не склеивает фиксация здесь очень сильная четверочка меня это устраивает и и цена и качество так что могу рекомендовать следующий лак который закончился у моей дочки это лак для волос прелесть безумный объем экстракт женщине тоже экстра сильная фиксация четверочка здесь но конечно не такая сильная как может быть у других лаков да как бы то есть но этот лак у меня дочка использует для того чтобы пригладить так называемые антенки вот то есть волосики которые иногда бывает что торчат мама малышки вот эти вот когда волосики собираешь хвостик или в какую-то прическу хороший лак мне нравится дочке очень нравится я буду покупать ей почему бы и нет если я прям сильно надо ой зафиксировать прическу когда она от меня выступает или еще что-то конечно она использует да что ж такое то лак уже вот этот вот да а для того чтобы пригладить эти антенки этот лакс прекрасно с ними справляется и я не вижу смысла чтобы покупать что-то другое следующее что у меня закончилось это вот такой вот шампунь от невея ослепительный бриллиант с микрочастицами бриллиантов придает волосам потрясающий бриллиантовый блеск и ощутимую мягкость для придания блеска протеина шелка плюс жидкий кератин что я могу сказать вы знаете много-много лет назад я часто покупала шампуни от невея но в последнее время как-то я не знаю обходил их стороной не знаю почему и тут наткнулась на этот шампунь и причем он был один без пары я почему-то его решила взять знаете взяла и не пожалела в свое время даже когда вот я уже у меня был в использовании все время я вспомнила что невеевский шампунь мне очень-очень сильно нравились действительно я это вспомнила мед шампунь очень понравился классный аромат прекрасная хорошая консистенция не густая не жидкая то что надо вот и волосики расчесываются после него довольно таки даже неплохо потому что почему я могу так это сказать потому что у меня дочка этот шампунь использовала соло без всяких средств которые облегчают расчесывание или даже бальзам почему так удивилась игра почему-то не использовала ангетман ты знаешь как мне так понравился аромат что я не стала его мешать с другим ароматом который остается на волосах после использования либо бальзама либо каких-то средств которые помогают при расчесывании так что он прекрасно справился своей задачей я взяла его на заметочку то что в принципе его можно покупать отличный шампунь следующее что закончилось у меня это вот такой вот гель для душа бодрящая свежесть от свободы конкретно этот экстракт зеленого чая экстракт апельсина пробуждает придает упругость и тонизирует кожу 430 миллилитров данный гель для душа я покупала в магазине карусель он там стоил то ли 49 рублей вот то ли 52 я уже забыла купила я вот такой с апельсином и стоит еще у меня запасы с земляникой очень-очень понравился этот гель для душа классный аромат цитрусовых ну просто шикарный вообще такой крутой нам так понравилось всей семьей мы его использовали он закончился естественно когда если будет какая-то хорошая акция на него хорошая цена я обязательно повторю эту покупку потому что я в магазине прямо улыбка радуги и увидела в районе 100 рублей а я купила за 49 за 52 ну считай в два раза меньше естественно как бы то есть я его повторю и знать что я еще заметила по упаковочке только здесь прозрачную упаковка а вот очень упаковка похоже на гель для душа который из фикс икс ну из фикс прайса который с апельсинчиком там да там бананчиком очень похожа упаковка и прям вообще только там черная до полностью а здесь прозрачная и вот такая вот белая крышечка ну наверное просто таро где-нибудь делают они просто скупают на таро очень очень дешевая наверное это нисколько не повлияло например на качество данного геля вот такого цвета красивенького он был очень мы остались им довольны и я могу рекомендовать его вам к покупке следующий гель для душа который у меня закончился это вот такой гель для душа ягодный молодая кожа облепиха и хурма бабушкина аптека данный гель для душа я подглядела у ирины форьюля ирина если смотришь огромный привет тебе и спасибо большое за совет отличный гель для душа пахнет классно облепихой вы знаете вот из той серии как облепиха сибирика один в один аромат до ноги для душа классно пенится кстати это тоже я хочу забыла сказать классно пенится остается приятный аромат на коже здесь тоже он классно пенится аромат на кожу оставляет но не сильный очень-очень-очень легенький быстро потом пропадает но это не самое важное важно то что кожу не сушит кстати тот тоже не сушит кожу и он был прозрачный очень довольна Покупала я его в Ашане, его стоимость тоже составляет в районе 50 рублей. Просто обалденный гель для душа. И для себя я сделала вывод, зачем платить больше, когда есть гели для душа по доступным ценам, и которые классно справляются со своей задачей. Извините, заговариваться начинаюсь. Начинаюсь, ну вот, начинаю, постараюсь исправить. Так, следующий гель для душа, это вот такой вот Бонжур Париж. Гель для душа, это пироженки-макарони. Да, я знаю, может быть, кто-то называет их макарони, но я называю их макарони. У нас в семье их так обзывают. Конкретно этот с малиной. Хороший гель для душа, вот такого красненького цвета он был, объем 250 мл. Покупала я его в магазине Улыбка Радуги. У них была акция, покупаешь два по цене одного. Я купила малиновый, купила черничный. Черничный еще стоит в ванной комнате. Классный аромат, очень-очень нравится. Вот такой вот малиновый закончился. Что я могу сказать по этому гелю? Хорошо пенится, кожу не сушит. Аромат, я не могу сказать, что здесь аромат малины. Здесь аромат лесных ягод всех, но очень-очень приятно. Гель для душа раскрывается отлично в ванной. В общем, никаких проблем. У них уже забыла. Покупала. А, да-да-да, я сказала, что покупала, да, в Улыбке Радуги. Два по цене одного за 90 рублей. По 45 рублей у меня гель для душа вышел. За 45 рублей такой объем. Плюс ко всему отличный гель. Но я не знаю, я очень-очень довольна. Если вдруг попадется еще раз такая акция, я обязательно возьму и возьму побольше. И последний гель для душа, который закончился, это ванилу бум. Сливочные печенья на основе масла ши и кокосового молочка. Покупала я его в аптеке. Здесь тоже 250 миллилитров. Девочки, вот я не помню, по-моему, я его купила за 42 рубля. Какая-то там тоже акция в аптеке была. И я схватила такое вот сливочное печенье и черную смородину. Черная смородина пока в запасах. Сливочные печенья мы использовали. Классный-классный аромат. Действительно сливочного печенья. Когда у нас в ванной было холодно, когда еще отопление не включили, а на улице прохладно, мы этот гель для душа просто уговорили всей семьей, ну, я не знаю, за пару дней. Очень он нам понравился. Опять же повторяюсь, то, что если вдруг встреча его по привлекательной стоимости, то я обязательно повторю эту покупку. Девочки, буду доставать все хаотично, потому что баночек опять просто неимоверное количество. Собралось у меня, ну, как обычно, в общем-то. Так, закончился вот такой вот детский гель-шампунь. Лапочка Ути-Ути. Покупала я его в магазине Фикс Прайс. Что я могу сказать? Как шампунь мы его не использовали. Как гель для мытья рук. Мы его тоже не использовали. Аромат мне его не понравился. Не очень приятный. Какой-то химозный. Но он еще, знаете, более-менее ничего по сравнению с пингви. Пингви это вообще был просто кошмар. А вот здесь аромат еще, ну, так, более-менее. Я говорила вам в покупочках, что в этом месяце нам очень пришлось всем тяжело. Я и муж, мы заболели. Так что данное средство ушло на пустярушки носовых платочков. Уж извините, но это правда. Вот. Со своей задачей, как геля для стирки, он прекрасно справился. Но я не знаю, буду ли я повторять данный гель, чтобы использовать его как гель для мытья рук. Ну, я не знаю, честно. Пока закончился. Но пока желания приобретать его нет. Хотя уточка здесь очень даже симпатичная. Так, закончилось мое любимое-любимое питательное биомыло. Это компания Hanson Organics. Данное мыло с маслами органическими примулы вечерней и лаванды. 500 мл пока покупала в магазине Organic Shop. Его стоимость там составляет 48 рублей. 500 мл. Я говорила то, что отличное мыло за свою стоимость, за свой объем. Но это просто, я не знаю, даром. Такие мыла у меня есть еще в запасе. Очень-очень нравится аромат. Единственное, конечно, он на любителя. Вот. Действительно пахнет очень сильно лавандой. Я этот аромат люблю, поэтому в запасах у меня такое мыло, вот именно такое же, еще стоит. Кто любит аромат лаванды, я его вам рекомендую. Кстати, очень-очень экономичное средство. Закончилось вот такое вот жидкое мыло. Это фа. Фруктовый аромат. Крем-мыло. Это у нас сочный персик. Покупала я его, как многие-многие девочки, в магазине FixPrice. Понравилось мне это мыло. Довольно-таки неплохое. Хотела поставить покупку, но оно у нас исчезло из магазинов. Я очень-очень расстроена. Так что, если я встречу по такой выгодной цене, конечно, я его куплю за полную его стоимость. Я не вижу смысла покупать, честно. За 50 рублей. Вот его красная цена. Но это мое личное субъективное мнение. Надеюсь, я никого не обидела. Закончилось у меня вот такое средство. Это черный жемчуг, биогель для умывания. С биоэкстрактом розы, без раздражений и сухости. Матирует кожу. Мягко очищает поры, освежает. Что я могу сказать? Это уже вторая такая моя баночка. Я использовав первую, сказал, что мне это средство не очень понравилось, потому что она очень сильно стягивает кожу. Да, и в этот раз я тоже хочу сказать, что это средство, наверное, я просто использую не вовремя его. Нужно его использовать на жару, когда именно стоит 30 градусов, и оно отлично пойдет. Я почему-то его всегда использую. То я заканчивала зимой, и сейчас я это закончила осенью. То есть вот сейчас с сентября оно у меня за месяц ушло. Но вот я не знаю. То есть вот как-то вот все неправильно. Наверное, это проблема моя. Но вот опять меня он стягивал как бы кожу. У мужа жирная кожа ему хорошо. Дочка этим средством даже не умывалась. Вот. Не знаю. Вот если повторять, то действительно только на лето, и использовать его исключительно летом вовремя. Тогда, может быть, оно будет действительно хорошо работать. А вот когда уже прохладно, конечно, ну очень сильно стягивает кожу. Но аромат очень-очень приятный. Следующее средство для умывания, которое у меня закончилось, это ванилобум, очищающий гель для умывания, клубничный сок. На основе сока клубники, экстрактов алоэ, клубники и витамина С. Такого розового цвета оно было. Немножко осталось. Можно было бы, в принципе, по желанию и дожать. Но это средство мне категорически не понравилось. Использовала его моя дочка. Вот. Иногда я, конечно, брала, помогала его ей доиспользовать. Но запах здесь, я не знаю, абсолютно химозной клубники. Ну не нравится мне. В общем, ужасно. Я не знаю, какое-то непонятное средство. В общем, нет. Никогда его больше не повторю. Также покупала его в аптеке тоже по какой-то очень привлекательной цене. В районе 35 рублей, что-то такое. Нет, это средство я покупать не буду и вам не советую. Может быть, есть какие-то другие умывашки, не только с клубничным соком, как эта. Но конкретно эта мне не понравилась. Кожа, она, кстати, не сушила. Ну нет, с таким ароматом, нет, это не нужно. Так, закончился у меня вот такой утралитет. Это молочко для снятия макияжа от Гринмамы Формулы Тайги. Масло зародышей пшеницы и ромашка. Здесь было 300 миллилитров. Отличное средство. Я смывала и макияж с глаз, и макияж с лица. Здесь, видите, еще достаточное количество. Но просто оттуда вытащить это, ну это просто невозможно. Я не знаю, как это можно вытащить. Просто какой-то кошмар, крайне неудобно. Но средство отличное. Глазки не щипят и прекрасно смывает макияж. Классное средство, могу советовать. Вот такая вот малышка-умывашка закончилась. У моей дочки, дочка ей пользовалась. Это очищающий гель для умывания с нимом, ним и каркума. Маленький объемчик. Господи, сколько здесь? 15 миллилитров всего. У меня такой гель для умывания был и большой объем, и малышки тоже у меня были. Все это последнее, по-моему, больше нет. Мне лично на мою сухую кожу это средство вообще не пошло. Ну никак, абсолютно. Дочке оно очень понравилось. Я знаю, что такие раньше продавали в фикс-прайсе, но что-то я вот именно ним и каркума, мне что-то на глаза не попадалось из фикс-прайса. Если вдруг попадется он по 50-55 рублей, да, я его куплю. Мне кажется, это его красная цена и только для дочки, и для мужа, то есть для их кожи идеально подошло. Для моей кожи, ну, прям, ну, совсем плохо, поэтому мне оно не нравится. Но мужу и дочке, потому что большей размеркой, муж пользовался тоже, ему очень нравилось. Он пользовался, вот, ему тоже понравилось. Ну, мне кажется, оно больше, конечно, подходит, как здесь и заявлено, по-моему, да, для нормальной, видите, жирной кожи. Вот, ну, а у меня сухая, поэтому мне оно не пошло. Моё любимое-любимое средство на все времена, я не знаю, говорила ранее, буду говорить, что покупаю его 20 лет, скраб, очищающий от чистой линии абрикосовые косточки для нормальной комбинированной кожи. Да, я знаю, у меня и был малиновый скраб. Мне он, ну, не знаю, почему-то мне не очень нравится. Вот у меня сухая кожа лица, да, но вот этот скраб нисколько её не травмирует и хуже не делает. Мне он очень-очень нравится. Покупала и буду покупать. Вообще классный продукт, просто супер. Вот такое вот средство у меня закончилось. Это огуречный лосьон. Он на спирту, 44% спирта. Я считаю, что в каждом доме должен быть какой-то спиртовой лосьон. В общем-то, вот у нас и был отличный просто лосьон. Вы знаете, вот даже вот я вот давала сестре нюхать, он так классно пахнет огурцом, как духи. Вот даже спирт нос не бьёт. Представляете, как я искала подобный лосьон, но я его не нашла. Вот, он прекрасно справлялся с какими-то воспалениями, если где-то нужно было что-то прижечь. Да, действительно, у нас такое как бы практикуется, да, то, что иногда спиртом какое-то воспаление нужно всё-таки обработать. Вот, особенно если его удалишь. Да, такое у нас тоже дома есть, но мы как бы всё это делаем очень-очень аккуратно. Вот, и с великой, с дезинфекцией. Вот, поэтому если вдруг, девочки, у вас на глаза попадётся подобный лосьон, берите не раздумывая. Классный-классный просто лосьон. Огурцом пахнет замечательно. Даже не огурцом, а свежий-свежий. Такой классный аромат. Просто супер. И, соответственно, задача спиртового лосьона, то есть свою задачу, он выполняет просто на 100%. Так, закончился у меня вот такой вот лосьон для тела. Это Аква Диджоя. Он был у нас в каком-то наборе, мне сестре дарили, но сестра у меня, лосьонами не особо пользуется, и она дала его мне. Здесь 75 миллилитров. Вы знаете, я почему-то думала, что Аква Диджоя мне очень-очень нравится, но что-то в последнее время ей от сестры мне не нравится аромат. В общем, да простят меня любители этого аромата. Данное средство я использовала на ножке, от колен и ниже. Но не очень мне нравится этот аромат. Я не знаю. Я думаю, мне он нравится. Ну, не нравится он мне. Он очень какой-то свежий. Ну, не знаю. Я люблю свежие ароматы. Ну, не знаю. Не подружилась я с ним. Простите меня, пожалуйста, никого не хотела обидеть, но это для меня совсем не то, что мне нравится. Вот так скажу. Так, закончилась у меня вот такая вот маска от компании Фриман. Конкретно это была с золотыми ростками пшеницы, маска увлажняющая для сияния кожи лица. Вот вы знаете, насколько я люблю масочки для лица от компании Фриман, но эта маска, наверное, единственная, из всех, которые у меня была, я считаю абсолютно бесполезной. Да, она классная цветом такая, очень симпатичная. Сейчас, если что-то дожмется. Вот видите, как у меня муж дожимает до конца. А, вот чуть-чуть. Вот такой гель с золотыми частичками. В общем, супер. Так все красиво. Но она не увлажняет кожу. Мне кажется, она вообще даже подсушивает. В общем, данную маску я попросила мужа дожать мне в баночку, и я ее использовала в ванной комнате во время купания. Вот так скажу. То есть, ее держать здесь нужно 5-10 минут. То есть, дать ей высохнуть. Да, конечно, она особо не высыхала, но я могла ее и подольше подержать. Но, не знаю, вот абсолютно бесполезная маска. Я не знаю. Ну, ни то, ни все. Мне кажется, это самый-самый провальный продукт от этой компании, которую я очень-очень сильно люблю. Так, закончилась у нас ополаскиватель закончилась, извините. Закончилась у нас ополаскиватель до полости рта от компании Знахарли Целебные. Целебные, боже мой, лечебные травы. Говорила я, что нам очень нравится этот ополаскиватель до полости рта. Он не ядреный, он очень такой нежный, очень-очень приятный. Вот, покупали в магазине Ашан. Его стоимость составляет всего лишь 26 рублей. В общем, классное средство. Мы очень довольны. Я рекомендую к покупке те, кто еще не пробовал его. Ну, на этом давайте я закончу первую часть своего видео. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня будет еще много-много чего интересного. Так, конечно же. До встречи.